Литва начинается с Друскененкая. Мы сейчас с вами, друзья мои, находимся над рекой Неман, который тоже протекает по России. Это Калининградская область, разделяя город Советск и под мостом королевы Луизы. То есть вот в Литве, в Калининградской области, посмотрите какая река огромная. Я вам сегодня просто хочу рассказать про этот удивительный лесной городок. Население в Друскененкая около 13 тысяч. Раньше Друскененкай назывался, как вы думаете, это была просто деревня Друскенники. А Друскенники от слова соль. Друска, соль по-литовски. Вот сейчас мы проходим мимо аквапарка ихнего знаменитого. Сейчас мы даже увидим часть горок. Я просто хочу пройти сами по городу, показать какие у них изумительные дома стоят, чтобы вы поняли эту красоту, мощь, сосна везде. Рассказ Адрускененкая. Вот видите, это аквапарк. Часть тоже горок здесь у них выходит на улицу. Везде сосна. Мы вышли чуть пораньше, потому что очень много народу всегда. Ну и чтобы не толкаться. Это их знаменитая канатная дорога. Здесь швейцарский механизм, швейцарский подъемник, построенный на деньги Евросоюза. Весь город, весь город утопает. Без зелени. Невероятные какие-то цветы. Даже не могу вам сказать, что это. Везде посажены на них гортензии. Кстати, от гортензии такой запах невероятный идет. Сейчас мы пройдемся по городу. Вон, вы видите. Город почти, ну, процентов 60, если не больше. Деревянные старые дома, которым некоторым больше 100 лет. Друзкиненкаль. Самый южный город Литвы. Так, переходим дорогу. Вот видите, все санатории, дома. Все невысокие. Это у нас привыкли строить высотки, чтобы побольше людей туда заселить. Там, конечно, есть еще в советских времен недострой огромный. Он, по-моему, так всех времен и стоит. Вот видите, какое великолепное здание. Не здание, а жилой дом. Вот на заднем тоже фоне. Хочу сказать, Друзкиненкаль, чемпион Литвы по привлечению инвестиций. Население города, как я уже говорила, около 13 тысяч человек. А принимают в год более 200 тысяч, ну, гостей назовем, людей, гостей. Видите, тоже на той стороне. Вот идем по центру города. Все это сдается. Вот одно великолепие сменяется с другим. Сдается, кафешки небольшие. Все они будут к вечеру заполнены. Пустых мест не будет. Видите, одно здание прошли. Смотрите, ну, просто сказочные избушки. Да, уже старенькое. Но, видите, статус курорта не разрешает ничего. Нас давно бы уже снесли. И на свой вклад уже все бы тут поменяли. Каменным бы все сделали. Вот я просто даже подойду. Ну, конечно, видите как. Ну, хочу сказать, доски до сих пор. Ну, еще раз. Вот одно. Другое. Это вот центр города. Центр за центром. Вот, кстати, мы подходим к знаменитому санаторию Беларусь. Сейчас мы подойдем. Может кто в савдеповские времена был там. Везде опять хочу сказать сосны, сосны, сосны. Людей очень много. По сути дела все гостиницы заполнены. На все хватает парковок. В отличие, не знаю как у вас, но у нас в Калининграде за каждую стоянку 50 рублей. Это самый дешевый выход. Куда ни припаркуйся. Вот знаменитый санаторий Беларусь. Знаете что на нем написано? Я не знаю, вы видите маленькими буквами. Управление делами президента Республики Беларусь. То есть не просто так. Вот он знаменитый санаторий Беларусь. Так, ну что, выходим на другую центральную улицу с вами сейчас. Вот статус курорта, русский Нинкай, получил в 1793 году, когда личный врач польского короля и великого князя Литвы подтвердили целебные свойства минеральных источников. Сейчас я вам покажу наш советский недострой, который так до сих пор. Вот единственное страшное здание в Друске Нинкай это вот это. Сейчас я вам покажу. Вот оно. Здесь уже песок. Ну вы видите, только антенны там стоят. Все брали этажностью. Так и бросили, не достроив. Сейчас посмотрим, что здесь. Может что-то... Ну вот не сносят. Ужасно это здание. Да, ужасно. Только одно это здание. Так, лес, лес. Так, идем дальше. Вот видите, все. Отельчики. Этажность. Два этажа. Два. А внутри самое большое. Ужас савдеповский. Не пройти. Идешь, 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 идешь. Кстати, сейчас мы, друзья, с вами выйдем в православную церковь. Я уже как-то о ней репортаж делала. Она была построена в 1865 году. Сейчас вот ее здесь не особо видно. Сейчас мы подойдем поближе. Построена эта церковь на деньги вице-губернатора города Гродно. Он 10 тысяч серебряных рублей отдал, чтобы построить это великолепие. Тоже опять, хочу сказать, деревянная церковь. Деревянная церковь. Ну, статус курорта Друскеники получил в 1793 году. А вообще известность минеральных источников приобрели, когда местный крестьянин, Паранас Сурутис. Кстати, вода знаменитая Сурутис. Очень такая сильно соленая. Его дети прославились в окрестностях как целитель. То есть лечил людей. И поэтому, если вы где-нибудь зайдете в какую-нибудь лечебницу и попросите Сурутис, вот названа в честь этого целителя, это очень лечебная вода. Всегда спрашивайте ее.